Праздник смекалки, находчивости и эрудиции прошел в актовом зале Саровского физико-технического института. Наконец, после долгих коронавирусных ограничений, интеллектуальная игра начала постепенно возвращаться к традиционному формату проведения. Это не могло не отразиться на настроении студентов, собравшихся посостязаться в силе ума и логического мышления. Мы проводим ее, как видите, очно. Поменялась, скажем так, в первую очередь, я бы сказал, атмосфера. Во-вторых, все-таки вживую вопросы читаются лучше и слушать их легче. В-третьих, тратится меньше времени на логистику, на то, чтобы приносить ответы, подсчеты и все прочее. А так, в целом, все так же, те же три тура, те же вопросы, та же игра. На игру пришло семь команд. Обязательные условия участия не более пяти человек в составе. На путстве ребятам организаторы приготовили еще в анонсе мероприятие, и звучало оно так. Да прибудет с вами египетская сила. Казалось, игроки решили посостязаться и в креативности названий. Полинявшие тапки, кринж, приматы и трясотых. Полинявшие тапки, новички, кубка, что, где, когда. Раньше играли только на осеннем тренировочном турнире. Сейчас же решили проверить свои силы на более серьезном мероприятии. Сказать то, что мы готовились, наверное, немного сложно, потому что на нашем направлении это было довольно проблематично. Ну и некоторые люди только-только пришли. Проще говоря, мы хотим получить новый опыт, посмотреть, что это такое, потому что на командных играх мы практически не участвовали. Так что, я думаю, вот это будет, наверное, самый верный ответственный всего. Первый опыт оказался удачным, и полинявшие тапки взяли серебро зимнего кубка. А победила команда КВН. Их дружный коллектив играет вместе уже более двух лет. В их послужном списке немало побед. Ранее они защищали свой институт на кубке МИФИ в Москве. У команды за столько времени уже выработана собственная тактика подготовки к играм. Иногда собираемся вместе, опять же, во всяких видеоконференциях прорешиваем вопросы, случайные вопросы, там турниры. Есть база данных всех вопросов. Она просто генерирует определенный список, и мы их решаем. Бронзу зимнего кубка «Птица Говорун» взяла команда «Кринж». Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.